Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня». С вами в студии Ирина Чекунова. Мы работаем в прямом эфире. Сегодня наша очередная встреча в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С начала года на дорогах Тверской области произошло 38 аварий по вине молодых водителей. В этих ДТП пострадали 60 человек. Где и как учат на вождении? Кто проверяет качество обучения в автошколах? Об этом и многом другом мы поговорим сегодня в программе «Тема дня» на радио Монте-Карло с заместителем начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Денисом Александровичем Михайловым. Денис, добрый день. Здравствуйте. Давайте сразу дадим определение, чтобы наши радиослушатели знали, кто же такие молодые водители. Кого можно назвать молодым? Молодым водителем можно назвать водителя, которого стаж управления транспортными средствами менее двух лет. То есть водитель, который только получил водительское удостоверение, в течение двух лет считается молодым водителем. То есть когда он перешел эту черту двухгодичную, да, то можно сказать, что это уже водитель со стажем? Ну да. А как-то обозначают себя, принято у молодых водителей обозначать себя для других участников дорожного движения? Да, совершенно верно. Это предусмотрено правилами дорожного движения. Многие автолюбители видят, как это обозначается. Это восклицательный знак на желтом фоне. Водители, так называемые молодые водители, обязаны их ставить на транспортные средства, которыми управляют в течение двух лет. Потому что восклицательный знак ты видишь, значит, ты же уже для себя решаешь, от этого человека можно ожидать что угодно. Совершенно верно. Ну, давайте мы расскажем о том, чего же мы ожидаем, чего мы имеем в жизни от этих молодых водителей. Статистику ДТП, вот я сказала, что с начала года пострадали уже 60 человек в ДТП с участием молодых водителей. Много, мало, и какова эта статистика была в прошлом году? Да, ну вот на сегодняшнее утро, сегодня пересчитывал, и статистика такова. То есть по состоянию на 1 июля произошло 40 ДТП, в которых 1 человек погиб, и 64 получили ранения. Если взять в сравнении с прошлым годом, на 6 ДТП меньше, на 3 человека меньше погибло, и на 3 человека меньше пострадало в этом году. То есть небольшое, но снижение. Это значит, что каким-то образом меняется количество этих самых молодых водителей, или оно остаётся из года в год на одном и том же уровне? Нет, количество молодых водителей не меняется, оно остаётся на прежнем уровне или даже растёт. Желающих получить право на управление достаточно много. А какое количество вообще вот так вот в год по статистике получают права? Ну, если взять по состоянию вот за полгода, 2021 год, то впервые получили водительское удостоверение 2676 человек. Ого. Довольно-таки много. И открыли категорию, то есть новую категорию 683 человека. То есть когда человек открывает категорию, и он опять же-таки в этой категории не проездил двух лет, это по-прежнему молодой водитель. В этой категории. Ну, по факту он уже имеет опыт управления транспортными средствами. Мы сейчас говорим не только о водителях автомобилей, но и водителе мототехники, да? Это тоже относится и к мотоциклистам. Да, к мототехнике это точно так же относится, за исключением, что им не наклеить никуда знак «молодой водитель». И они точно так же в течение двух лет являются молодыми водителями. Есть какие-то такие примеры, которые характерны, примеры аварии, которые характерны для молодежи за рулем? Ну, вот буквально на этой неделе произошло два ДТП с молодыми водителями, которые наиболее характерны. Одно ДТП водитель BMW 2003 года рождения, то есть только получил водительское удостоверение три месяца. Я отвлекся, ехал по центру города, отвлекся на телефон и въехал в заднюю часть автомобиля Toyota Camry. Это просто невнимательность и уверенность в себе, может, какая-то, о которой надо быть внимательнее в этой ситуации. Вот, кстати, мы с вами говорили, я вас перебью, мы с вами говорили уже на предыдущих программах, что именно для молодых водителей свойственно вот такая какая-то бравада, да, показать, что вот я уже за рулем и я могу все. А это совершенно не так? Да, совершенно верно. И вот буквально вчера дорожно-транспортное происшествие водитель тоже 2003 года рождения, который получил водительское месяц назад, управляя автомобилем Mercedes, при повороте налево, ну, на разрешающий сигнал светофора не вступил дорогу транспортному средству, которое двигалось в прямом направлении. Тоже, ну, невнимательность, пренебрежение какими-то элементарными правилами. Но если ты видишь транспортное средство, которое едет на разрешающий сигнал светофора, ты обязан его пропустить. Ну, что привело к ДТП, которым сам этот водитель и пострадал. Ну, вот вы привели два случая, они характерны для нашего региона. Да, это характерно, да. Кстати, среди молодых водителей у нас есть какой-то процент больше юношей, девушек? Хотя, если мы говорим, что это молодой водитель, не значит, что этому человеку 20 лет, ему может быть и 60. Да, да, совершенно верно. Молодой может быть и не молодой. Ну, если взять статистику мужчины-женщины, то вот из 40 ДТП, которые произошли по состоянию на сегодняшний день, из этих 40 ДТП 14 только по вине девушек. Часто говорят вообще, когда мы анализируем различные причины ДТП, в том числе и пьянство за рулем, что это для женщин менее характерно, что называется, да? Может быть, женщины более аккуратны, более осторожны, что-то такой природой заложено. Да, да, более осторожно, всё правильно. Давайте мы ещё поговорим о причинах аварийности. Какие в основном? Это превышение скорости, вот мы сказали, что уже невнимательность. Какая-то бравада, отвлечение от дороги на тот же телефон или на разговор с пассажиром. Ну, на самом деле, ещё у молодых водителей отсутствует достаточно опыта, и поэтому самое распространённое нарушение – это нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части. То есть из-за неопытности они путаются, теряются, не знают, какую полосу занять лучше, как правильно перестроиться. И из-за этого происходит ДТП. Также очень распространённый вид ДТП среди молодых водителей – это несоблюдение очерёдности проезда перекрёстка. То есть ещё нет такого навыка, вот как у уже опытных водителей, что ты подъезжаешь к перекрёстку, ты сразу настораживаешься и смотришь на знаки. Если нет знаков, смотришь направо. У них вот этой привычки ещё нет, и поэтому это приводит к ДТП. Но эта привычка приходит именно с опытом, но в автошколах этому учат? В автошколах этому учат в первую очередь. Просто нужно как-то, что называется, себя взять в кулак и вспомнить, чему тебя учили, если ты подъезжаешь к перекрёстку. Как человеку быть чисто психологически, как-то себя настроить, смотреть сюда, как ты переходишь дорогу, да? Посмотри налево, посмотри направо, только потом переходить. Точно так же нужно действовать молодым водителем, да? То есть чётко вспоминать, чему тебя учили, а на это часто нет времени? Нет времени, поэтому не надо спешить никуда и предоставить себе времени достаточно, чтобы обдумать дорожную ситуацию. Давайте теперь поговорим о том, кто имеет право на получение водительского удостоверения, с какого возраста это начинается действие. Ну, право на управление транспортным средством могут получить все граждане, как граждане Российской Федерации, так и иностранные. Обучаться на право управления у нас разрешено 16 лет. Также на категорию А1, это лёгкие мотоциклы, можно получить водительское удостоверение с 16 лет, в том числе и на мопеды, категория М. На категорию Б, С, Д это грузовые транспорты, легковые автобусы, только с 18 лет. А, на категорию Д с 21 даже. Даже с 21 года. Да, да, потому что это автобус, категория уже повышенного риска, потому что перевозят людей. А сдавать на категорию Б можно с 17 лет, то есть после обучения, допустим, если с 16 лет учишься, в 17 лет сдаёшь в госавтоинспекции экзамен, и по достижении 18-летнего возраста приходишь в госавтоинспекцию и просто получаешь водительское удостоверение. Тяжелее сдать на другую категорию, чем получить права, например, первый раз? Как показывает практика? Практика показывает, что если уже есть водительское удостоверение, то категорию открыть уже проще. То есть уже опытный человек легче намного даётся. Денис, скажите, пожалуйста, есть ли такие люди, которым просто не дано управлять автомобилем, или по каким-то причинам им нельзя это делать? Так сказать, не дано. Нет такого понятия. У нас есть медицинские противопоказания к управлению транспортными средствами. То есть если гражданин проходит медкомиссию, получает заключение медицинское, что он годен к управлению транспортными средствами, то он спокойно может получить право на управление транспортными средствами. Я помню, в памяти сразу всплывают несколько аварий прошлых лет, когда, допустим, за рулём того же тогда ещё по городу ходили маршрутное такси, оказывался человек, у которого внезапно случился приступ эпилепсии. То есть случиться со здоровьем может всякое, что называется, да? Но уже здесь человек сам для себя должен решать, да, как и что, и тщательно проверить своё здоровье. Да, да, совершенно верно. Но есть такая категория людей, которым не удаётся никак сдать на права. Но это значит, уже чисто психологический человек не готов управлять автомобилем или мотоциклом. Да, конечно, такая категория присутствует. Они обычно очень долго штурмуют госавтоинспекцию. Но, в конце концов, они просто сами отказываются от этой идеи и не переходят дальше. Но вы сами что советуете? Или до последнего нужно биться и брать эту высоту? Ну, это у каждого индивидуальный характер. Кто-то добивается, кто-то бросает. Просто нужно человеку свыкнуться с мыслью, что он скорее пешеход. Да, да. Кстати, о возрастной предел. Мы сказали, с какого возраста можно получить права. А существует ли верхний возрастной предел? Я знаю, что очень много за рулём довольно-таки людей в почтенном возрасте. Есть ли он и рекомендует ли таким людям всё-таки отказаться от вождения автомобиля? Ну, верхнего возрастного предела нет. Он исключительно определяется этим медицинским заключением. То есть, если медицинская комиссия считает, что человек может управлять транспортным средством в возрасте, то никаких препятствий к этому нет. Кстати, Денис, за последнее время, вот вы как наблюдаете, много ли стало людей, которые становятся молодыми водителями, действительно уже в преклонном возрасте? Женщин, мужчин? Ну, довольно-таки много. Не скажу, что совсем много, но очень встречаются. А вот как ведут себя за рулём такие люди? Они более осторожны, вот как уже жизненный опыт всё-таки? Ну, да, очень аккуратно, очень аккуратно, но тоже из опыта им в два раза сложнее, даже в три раза сложнее даётся вот начать водить. То есть, если молодые люди, они быстрее схватывают всё, им легче это всё обучить, то уже в возрасте это очень сложно. Это как-то надо себя и преломить, и реакция другая, да? Да, и реакция другая, и себя перебороть в три раза сложнее. Допустим, нас слушают молодые люди, которые мечтают получить права. Давайте мы расскажем, какие необходимы для этого документы, вообще что для этого надо, какие ступеньки необходимо пройти? Ну, для этого в первую очередь необходимо обратиться в образовательную организацию, в автошколу, пройти обучение, получить часы, пройти программу обучения. А точно так же в автошколе, пока проходится обучение, получить медицинское заключение. Но желательно получить медицинское заключение ещё даже до обращения в автошколу, чтобы знать, что ты... Не надо, чтобы не тратить для деньги и время. Чтобы не тратить для деньги, да. Точно так же после окончания организации образовательной необходимо оплатить госпошлину и обратиться в госавтоинспекцию. Ну, это автошкола сама подаёт списки в госавтоинспекцию и сдать экзамен. С 1 апреля вступили изменения в процесс сдачи экзаменов. Что мы имеем на сегодняшний день? Самое главное изменение, которое коснулось, это отмена площадки при сдаче экзамена. Что такое площадка? Ранее экзамен состоял из трёх этапов. Это теоретический экзамен и два этапа практического экзамена. Один на закрытой площадке, где сдавались элементы упражнения, так называемые, и экзамен в условиях дорожного движения в городе. Теперь новым регламентом предусмотрено, что все элементы, которые раньше были на площадке, они перенесены в город. А не страшно? То закрытая площадка, никому не навредишь? Ну, мы же после того, как получаем право на управление, не на площадке ездим, а в городе. Поэтому совершенно логично экзамен полностью принимать в городе. То есть в городе все эти элементы есть, да? Только уже что называется в реальной жизни, а не на учениях, да? Да. Но это как-то упрощает процесс сдачи экзамена или наоборот, на ваш взгляд? Нет, это не упрощает процесс сдачи экзамена. Для кандидата в водителя стало сложнее, так скажем, сдать. Ага. Одно дело, ты на закрытой, в такой коробке, какой-то такой своеобразной, да? Это все сдаешь. Да, и пропадает эффект заучивания. То есть они учат, на этой площадке ездят, ездят. Вот они знают даже, вот здесь мне надо на столько-то градусов повернуться руль. Ага, вот здесь вот через 15 сантиметров я вывернула руль. Чтобы проехать. А здесь получается элемент, инспектор едет по маршруту. У нас, опять же, маршрут, и теперь инспектор может выбирать любой маршрут. И заучить его, как некоторые, до этого невозможно. То есть инспектор предлагает на данном участке дороги выполнить какое-либо упражнение. И кандидат в водитель не знает, если у него нет достаточно навыков, он не сможет его выполнить. То есть надо сразу соображать? Да, да. Наш город весь, вот как вы говорите, что инспектор сам выбирает маршрут, он весь приспособлен для обучения, да? Есть такие участки города, где не рекомендуется ездить новичкам? Ну, у нас есть перечень улиц, на которых у нас определен он, где проводится экзамен. То есть мы не заходим за этот перечень. И на данных улицах расположены все упражнения, ну, имеется вот этот комплекс упражнений, который необходим для сдачи экзамена. То есть теперь получается сложнее, да, стать водителем вот с этими изменениями? Ну, если послушать отзывы начинающих водителей, то да. На что, Денис, стоит обратить внимание при выборе автошколы? Что мы можем порекомендовать потенциальным водителям? Порекомендовать здесь прежде всего удобство для самого, ну, обучающегося, территориальное расположение автошколы. А так обычно это так называемое сарафанное радио. Спросить у друзей, у знакомых, кто-то учился, кто-то подскажет, как учат, что учат. Почитать, опять же, отзывы в интернете. Кто учит, опять же, такие, да? Да, их очень достаточно. И выбрать уже исходя из этой информации. Сейчас автошкол на территории той же самой областной столицы достаточно для, то есть выбор есть? Да, 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 много. А можно ли, часто спрашивают молодые водители, вернее, потенциальные водители, можно ли, минуя школу, сразу прийти на экзамен в ГАИ, что называется, домашнее обучение? Нет, эта норма уже отменена давно. Раньше можно было на категорию А, так называемую, с самой подготовкой сдать. Сейчас это невозможно, только пройдя обучение в автошколе. А может ли обучающийся расторгнуть договор? Вот заключается договор с автошколой. По какой-либо причине человеку не нравится, как его обучают, что-то ему не додают или дают некачественно, на его взгляд. Как быть в этом случае? Ну, договор расторгнуть можно в любом случае. Здесь главное, перед тем, как его заключаешь, почитать внимательно, что там написано. По Гражданско-правовому кодексу можно расторгнуть договор и перейти в другую автошколу, допустим. Давайте теперь поговорим о посещении МРЭО. Каков порядок постановки автомобиля на учет, график работы, что, может быть, изменилось в этой структуре ГИБДД? Да, ну, у нас вот с прошлого месяца изменился график работы всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции Тверской области. Теперь, сейчас расскажу поподробнее, вторник МРЭО работает с 8 до 7 часов, среда с 8 до 5, четверг с 8 до 2 дня, пятница с 8 до 5 вечера и суббота, вот увеличили субботу с 8 до 7. Но суббота это очень удобно, потому что ведь многие работают на будние дни, да? Да, да, вот, и принято такое решение, чтобы увеличить часы приема граждан именно в субботу. Поговорим опять о МРЭО сейчас, по графику работы. Значит, график работы довольно-таки, вот я первый раз услышала, довольно-таки запутанно. Где можно узнать, подсмотреть, куда прийти, нужна ли предварительная запись? Ну, все можно посмотреть на официальном сайте Госавтоинспекции, там, именно на официальном сайте, там информация постоянно обновляется, она актуальна является, и можно и подразделение выбрать, которое обратится, и удобное время. Точно так же можно записаться через портал Госуслуг. Сейчас портал Госуслуг функционирует уже хорошо, доступно все. Запись во все подразделения области мы контролируем, чтобы она не превышала одного-двух рабочих дней. То есть, вот если взять предыдущую пятницу, запись была на следующий рабочий день. Ну, это очень удобно, потому что бывали времена, когда приходилось записываться и за неделю, и за две вперед. Да, вот, и так же в подразделениях города Твери, во всех подразделениях, находится система управления электронной очередью. То есть, так же можно прийти, взять талон. То есть, не обязательно, если у человека, допустим, нет интернета или что-то, ты приходишь непосредственно, берешь талон и ждешь, когда тебя вызывают. Да, да, да. Достаточно подразделений МРЭО по Тверскому региону? Ну, достаточно, на самом деле. Ну, на территории Твери три подразделения. Это два регистрационных, одно экзаменационные и 11 подразделений по области. Ну, и человека может... А вообще, давайте мы скажем, в каких... С какой целью люди приходят в эти подразделения, в каких жизненных ситуациях? Ну, основные две жизненные ситуации – это зарегистрировать транспортное средство, либо получить и обменять водительское удостоверение. Вот, две государственные услуги, которые госавтоинспекция предоставляет. Но также вот обменять водительское удостоверение сейчас очень удобно через МФЦ. У нас точно так же гражданин обращается... То есть, не обязательно приходить в МРЭО? Нет, обращается в МФЦ. Это очень удобно делать, если там за месяц до окончания срока водительского удостоверения. Гражданин обращается в МФЦ, предоставляет документы, водительское у него на руках. А в течение... Ну, там, в течение семи дней обычно делается водительское удостоверение. Потом гражданину приходят извещения, либо СМС, либо позвонят. И приходят, просто получают водительское удостоверение. Очень удобно, не надо ждать ничего. Если человек приобрел машину, допустим, в том же самом Подмосковье, живет в Твери, то где территориально нужно ставить ее на учет? Тут абсолютно никакой разницы, где территориально ее ставить на учет. У нас экстерриториальный принцип сейчас в постановке. То есть, если гражданин, например, Твери купил машину в Москве, он в Москве может и поставить. То же самое и наоборот. Гражданин, который зарегистрирован на территории Москвы и Московской области, может у нас поставить на регистрационный учет. Единственный в этом случае нюанс, то, что регион, госномер, код региона будет присвоен московский. А, того региона, где ставился на учет. И так в данном случае гражданину необходимо будет обратиться в специализированную организацию и изготовить госномер свой. Но на сайте ГИБДД все эти нюансы разъясняются водителям? Да, да, да. Мы уже не говорим о том, если человек купил машину, допустим, в Вышнем Волочке или Удомле, то он может ставить здесь на территории региона машину на учет где угодно. Все угодно, да. Ага. Давайте еще раз все-таки вернемся к молодым водителям. На что сейчас летом необходимо обращать внимание начинающим? Что опасно? Ну, не только летом опасно. Всегда. Ну, летом главное солнце. Да, бывает часто, что просто ослепило водителя. Да, и особенно под вечер. Очень сильно слепят. И здесь надо быть внимательнее при подъезде к пешеходным переходам. Потому что слепит солнце, пешехода не видно и приводит к этому, я так, наезду на пешеходов. Довольно-таки распространенный вид ДТП. Он характерен не только даже для молодых водителей, но и для всех остальных водителей. Поэтому даже если подъезжая к пешеходному переходу, вы видите, что при наличии двух полос, что с правой стороны, в правой полосе, допустим, транспортное средство замедляется, там, возможно, будет пешеход. Это уже, да, это уже причина обратить внимание, быть более осторожным. Обратить внимание и притормозить. Вот молодые водители еще этого навыка не имеют. Поэтому хотелось бы обратить на это внимание. Хотя, Денис Александрович, хотя в городе уже для вот такого безопасного проезда пешеходных переходов многое сделано, да? Уже заранее видно, что тебя ждет впереди, соответствующие знаки, лампочки мигают, все на свете. Да, это все сделано. Но, опять же, повторюсь, что молодые водители часто привлекаются на телефоны, смс-ки, мессенджеры. Это вот, опять же-таки, то, чего делать нельзя ни в коем случае. Да, чего делать нельзя ни в коем случае при управлении транспортным средством. Это мы говорим о условиях, может быть, даже больше города, да, пешеходные переходы. Что со скоростью, что со встречной полосой. А мы уже сказали относительно проезда в перекресток. Что можем еще сказать? Ну, про скоростной режим, естественно, необходимо его соблюдать. Тем более водителям с маленьким стажем управления. Потому что на скорости все-таки транспортное средство может повести себя как угодно. И при отсутствии должного навыка управления транспортными средствами, это может привести к трагическим последствиям. Поэтому также хотелось бы посоветовать соблюдать скоростной режим и, так сказать, не устраивать гонки. Это, как некоторые едут, это же опытные водители. Впереди едет новичок, и вот опытный ругается. Вот плетется еле-еле. Просто человек идет в потоке своей скоростью, к которой он привык, у него еще нет опыта. И это вы рекомендуете делать? Лучше не торопиться, лучше поменьше скорости. Ну, у нас правила дорожного движения, как написано, безопасно ехать со скоростью потока. Но здесь уже индивидуально. Если человек боится, то пускай он едет так, как он считает нужным. Для начинающих водителей есть ли какие-то ограничения, чего делать категорически нельзя? Может быть, что позволено опытным? Для начинающих водителей также правилами дорожного движения запрещено... Это для начинающих водителей мототранспортных средств. Запрещено перевозить пассажиров. Ты еще сам не умеешь ездить, а уже кого-то подвергаешь риску. Да, потому что мотоцикл, это двухколесное транспортное средство, и зачастую приводит к падениям при наличии пассажиров. А также запрещено буксировать транспортные средства. Тоже правилами дорожного движения. Ну и самое главное, то, что предусмотрена, это необходимость знака молодой водитель сзади. Это точно так же предусмотрело правила дорожного движения и влечет за собой состав административного правонарушения, если нет знака. Ваш профессиональный совет, как себе, самому помочь начинающему водителю обрести уверенность в себе, что ли? Побольше, повнимательней быть при управлении, не стараться выезжать в часы пик, просто выбирать время. Если начинаешь ездить, выбрать себе маршрут, допустим, от работы до дома, проехать его заранее несколько раз, когда нет транспортных средств, и уже по этому маршруту двигаться, который он хорошо знает. А в дальнейшем уже будет приобретаться опыт сам собой. И, наверное, общий совет участникам дорожного движения, вот мы сегодня говорили про МРЭО, что заранее, наверное, ведь на документе написано, что пора производить замену, не тянуть до последнего, и тем более, что можно сейчас в МФЦ обращаться. Да, не тянуть до последнего, это у нас все автомобилисты иногда забывают про водительское удостоверение, вспоминают это только, когда их остановил сотрудник госавтоинспекции. Вот, причем, такое удивление происходит. Как, уже? Как, уже, да. Вот. И обратить внимание на дату окончания срока действия водительского удостоверения и заранее обратиться в подразделение. Причем срока обращения нет, можно и за месяц, два, три, за полгода обратиться и поменять водительское удостоверение. Толковый, на ваш взгляд, пошел нынче молодой водитель? Законопослушный? Хотя, вот мы говорим, количество ДТП, но, тем не менее, вникает в то, к чему призывает сотрудник ГИБДД? В основном, да, в общей части, но есть такие, которые живут своими принципами, так сказать. Ну, пока не набьешь себе, называется, болячек своим собственным опытом, только лучше, наверное, этого не делать. Ну, лучше, да, учиться на чужих ошибках. Спасибо огромное. Напоминаю, что сегодня у меня в гостях был Денис Александрович Михайлов, заместитель начальника отдела управления ГИБДД УМВД России по Тверской области. Это была очередная программа в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Спасибо, всего доброго, берегите себя. Всего доброго, берегите себя. Всего доброго, берегите себя.